Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билышева. Слезами и щебнем, как в Украине ремонтируют дороги, на которых ям больше, чем асфальта. Роскошь передвижения, проезд во львовских трамваях будет дороже, чем в киевских. А что с качеством? Забрать последнее в Днепре квартирные мошенники выгнали из дома сироту, кто поможет подростку. Бог в помощь. Немецкие спецслужбы облюбовали для шпионажа колокольни собора в Мюнхене. За кем следили? Один пограничник погиб, еще один был ранен в Задетской области. В одном из блиндажей погранотряда на пропускном пункте Майорская взорвалась граната, что стало причиной, пока неизвестно. Сейчас ведется расследование. От обстрелов боевиков сегодня не пострадал ни один украинский боец. На Луганском направлении было тихо, а вот на Донецком противник бил из гранатометов по защитникам Авдеевки. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Передавая в районе Авдеевки. Солдаты говорят, вражеские провокации на этом участке фронта в порядке вещей. Вчера оккупанты из гранатометов обстреляли соседние позиции армейцев недалеко от поселка Опытное. А еще бойцы говорят, снайперские пули здесь как настоящее стихийное бедствие. Голову над бруствером лучше не поднимать. Передвигаться в окопах нужно быстро. Отвечать противнику можно с разрешения командования. Солдаты говорят с этим строго. Даже боевики в своих новостях признают, уже несколько дней наши вооруженные силы по ним не стреляют. Уже вынуждены открывать огонь в ответ. Там и снайпер протихает свои зброи. Эти позиции обороняют десантники. Ребята настроены решительно. Многих за плечами немалый боевой опыт. Уверены, операция объединенных сил на Донбассе укрепит наши позиции. И крылатая пехота уже ждет приказов от нового командования. В принципе, ребята все нормальные, адекватные, взрослые. Всем далеко за 30 уже взрослые мужики. То есть, в принципе, я, если смотрю влево, то я знаю, что меня кроют справа. То же самое, я думаю, так же и ребята думают. Из Донецкой области Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Квейт поможет Украине с подготовкой солдат, а также с поставками и модернизацией военной техники. Договор об этом подписали во время сегодняшнего визита президента Украины в Квейт. На переговорах обсуждали также выборы президента России в оккупированном Крыму. Они незаконны и признавать их международные партнеры Украины не намерены. Конечно, мы тут спостерегаем и про незаконные выборы президента Российской Федерации, незаконные, на территории оккупированного Крыма. Вы знаете, что последние несколько дней у меня были интенсивные международные контакты, где мы получили уверенность о невызнании выборов президента России в Крыму. И единственный президент, который будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я с этого привода не имею никакого сомнения. На Майдане Незаловности в Киеве полностью демонтировали металлические конструкции. Сделали это участники акции, организованной партией «Рух новых ссыл». Частями сооружения митингующие перекрыли крещатик. В отделение полиции доставили двух активистов. Напомню, металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма, установили на центральной площади городские власти Киева несколькими днями ранее. В России прошли выборы президента. Впервые главу федерации выбирали и в оккупированном Крыму. Это вызвало протесты в Украине, но все избирательные участки открылись вовремя. Посольство России в столице и генконсульство в Одессе, Харькове и Львове взяли под усиленную охрану. Проголосовать смогли сотрудники ДИП-представительств. Все подробности расскажут мои коллеги. С самого утра посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Возле здания частично ограничили движение транспорта. Дорогу перекрыли металлическими решетками. Сюда пришли около ста активистов националистических движений. Они против проведения выборов президента России в оккупированном Крыму. Националисты блокируют входы и подъезды к посольству. Голосовать могут только граждане Российской Федерации с ДИП-паспортами. Всех остальных к участкам не допускают. МИД Украины об этом предупреждал. В ведомстве требовали отменить незаконные выборы в оккупированном Крыму. Но этого не произошло. И Украина приняла ответные меры. Кроме того, Верховная Рада обратилась к европейским парламентариям не признавать российские выборы на полуострове. Что касается того, что Российская Федерация симметрично ответит и закроет украинские учреждения в день украинских выборов, не предоставит возможность украинцам проголосовать, то напомню, что Россия уже не обеспечила возможность украинцам в оккупированном Крыму и на Донбассе выбирать президента и Верховную Раду в 2014-м и провести местные выборы. А вот в российское консульство в Одессе вообще никого не пускали. Правоохранители отцепили территорию вокруг здания. Поступило анонимное сообщение о минировании улицы. Сейчас мы после 8 утра проверяем данное сообщение. Поэтому мы никого не можем пропустить, пока взрывотехники не отработают. Проверяли несколько часов, но взрывчатку не нашли. Возле консульства собрались около полусотни активистов. Сюда периодически подходили российские граждане. Пытались пройти в здание, но их не пропускали за ограждение. Позже выяснилось, что в полицию снова сообщили о минировании. В Черкасах в знак протеста против российских выборов в украинском Крыму горожане провели патриотический флешмоб. Почти две сотни человек выстроились на центральной площади в форме словосочетания «Крым – это Украина». Крым – это территория Украины. И только Украина, как говорят, имеет это право выборчего, а не Россия. После флешмоба провели свое импровизированное голосование. Все единогласно против российских выборов в Крыму. Евгения Коваленко, Богдан Вербицкий, Станислав Кухарчук и Андрей Анастасов. Подробности – телеканал «Интер». Избирательные права российских граждан сегодня в Украине не нарушались. Об этом заявила новая омбудсмена Людмила Денисова. К ней обратилась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Маскалькова. Подчиненные Денисовой провели ситуацию возле посольства и консульств и никаких нарушений не обнаружили. Киев и Москва должны сами договориться относительно проведения голосований на участках в Украине. Так считают в ОБСЕ. Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека заявил, что этот вопрос регулируется двухсторонними соглашениями между странами, международных стандартов по этому поводу нет. И поэтому ОБСЕ не может комментировать ситуацию. Франция и Норвегия в свою очередь отказались признавать итоги выборов российского президента в аннексированном Крыму. Соответствующие заявления уже публиковали Министерство иностранных дел этих стран. Буквально пару минут назад появились первые результаты экзит-пола от Всероссийского центра изучения общественного мнения. По их данным Путин набирает почти 74% голосов. Второй Павел Грудинин у него 11,2%. Третий Владимир Жириновский 6,7%. У Британии есть доказательства, что Россия производила яд новичок в течение последних 10 лет. Об этом глава британского МИДа Борис Джонсон заявил в интервью телеканалу BBC. По его словам, Москва не только разрабатывала нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, но и создавала запасы с целью дальнейшего использования. Напомню, Россия свою причастность к этому покушению отрицает. На самом деле, за последние 10 лет мы собрали свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийств, но и создавала запасы новичка. В Киеве неизвестны в масках разгромили продуктовый магазин. В Днепровском районе столицы 5 мужчин спортивного телосложения ворвались в торговый центр и стали крушить витрины. На момент нападения в магазине находилось только один человек. Это продавец, она не пострадала. Это уже не первый погром за последние 2 месяца, но ни разу нападавшие ничего не украли. Яма на яме. В Ривненской области есть участки дорог, которые больше напоминают полосу препятствий. После ее преодоления приходится ремонтировать машину. По экстремальному шоссе прокатились и мои коллеги. Это не дорога, а ужас. Именно так большинство водителей отзываются о дороге Ривна-Сарны. Каждый день эту полосу препятствий по нескольку раз преодолевают местные водители маршруток. Какая дорога? Нет езды в этой дороге уже. Это же дорога, понимаете? Уже разъемные, грузовые машины идут с великими вантажами, такие, что перевернули, что тоже дозволило норму. Если нет дороги, то едем влево-вправо, влево-вправо. Мы тоже попытались проехать по этой дороге. На спидометре чуть больше 10 км в час. Чтобы не попасть в яму, водители маневрируют. Приходится выезжать на встречную полосу или обочину. Мы не проехали. Мы просунулись. Машину вот так проехали 3-3 раза на неделю. Это прекрасно. И грязно назвать, что пришло слово. Этой весной в Ривненской области количество ям на трассах побило все рекорды. Но автодор не спешит с ремонтом. Абсолютно ничего. Выезжают на Смех людский, когда дождь идет. И закидают каким-то щебнем с болотом эти ямы. Ну, что оно сразу вылетает. Что вы делаете? Ямковый ремонт. А что это за сумиш? Щебень из целого. Вот так выглядит ямочный ремонт. Большие выбоины просто засыпают, не утрамбовывая. Отмоговаться от него неможливо. Через то, что если этого не делать, не делать запобежные заходы, чтобы эти выбоины разрастались, то у нас вообще через год стало бы бездорожье. То есть мы используем вот тут так называемые пища на щебеновой сумиши. В областном автодоре ситуацию признают критической. Но жалуются, хронически не хватает денег. Причина – недофинансирование из госбюджета. Автодор Римненской области обслуживает в общей сложности более 2000 километров дорог. В прошлом году на ремонт автотрасс потратили 350 миллионов гривен. В этом году планируют свыше полумиллиарда. Анастасия Старовойт, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Римненская область. Весенние метели. В Черновицкой области снегопад практически парализовал движение на междугородних трассах. Спасатели сообщают о множестве аварий в Закарпатье. Из-за снегопада и сильного ветра без электричества остались 80 населенных пунктов. В горах повалены деревья. В Ивано-Франковской области высота сугробов местами достигает полутора метров. Авдорожники утверждают, что круглосуточно снег чистят около 70 единиц техники. Но едва расчищенные дороги снова заметают спасатели. Полиция просят без особой надобности не садиться за руль. Очередное подорожание во Львове на этот раз планируют повысить тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах. Сколько будет стоить билет и с чем это связано, разбиралась Галина Якушко. С таким билетиком за 3 гривны в электротранспорте Львова скоро никуда не доедешь. А общественники считают, что проезд должен стоить не менее 5 гривен. Но такая цена останется только в специализированных киосках. У водителя талончик будет стоить дороже. В консультативном совете, созданном при городском управлении транспорта, говорят, это поможет электротранспорту зарабатывать, а не просить деньги из местного бюджета. Питание в том, что мы, львовцы, наконец-то понимают, что на этом не нужно подигрывать месту и в частности того, чтобы ввестися на эти манипуляции, что 5 гривен – это зло. Прошу, мы любимо платим 5 гривен. Или из кишени пассажира, или из кишени платников податков, которые в местный бюджет пополним. Эти рекомендации еще должны рассмотреть во Львове электротрансе и антимонопольном комитете. И только после этого вопрос вынесут на рассмотрение исполкома. Но в Горсовете уже уверяют – повышать цены нужно. У нас каждый квартал дорожная электроэнергия. У нас росла минимальная зарплата. У нас все запчастины, и трамваи, и запчастины, они, извините, по курсу валюты европейской, а она так же дорожная. То есть все складовые, они как бы подтягивают те витраты, которые нужно нести пассажирам. Вот только повышение стоимости проезда никак не отражается на зарплате водителей трамваев. Они, либо дают с одного боку, а с другого боку забирают. Подняли тариф, забрали, у нас еще была интенсивность руха, оплачивались, потому что мы ездим постоянно в тех пробках, за интенсивность руха была. Все-то позанимали. Вышла та самая сумма. Сами горожане к изменению тарифов относятся по-разному. Пока окончательное решение не принято, жители могут на него повлиять. Для этого нужно собрать около 70 подписей за проведение новых общественных слушаний. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интерльвов. В Николаеве покончил с собой исполняющий обязанности директора местного аэропорта. 29-летний Владислав Волошин был военным летчиком, одним из героев АТО, награжден орденом за мужество. По данным полиции, самоубийство произошло в его собственной квартире. Семья в этот момент находилась дома. Родственники погибшего говорят, что в последнее время он находился в подавленном состоянии. В Закарпатье ограбленные клиенты банка объединились и требуют компенсировать украденное из их ячеек. Напомню, в Мукачеве, в одном из отделений, почистили почти 40 сейфов. Почему грабителей до сих пор не нашли, выясняли мои коллеги. Момент ограбления зафиксировала камера видеонаблюдения. Преступники проникли в отделение с ячейками на последнем этаже через дыру в потолке. Почистили 38 ячеек. По 700 тысяч долларов малый, по 300 тысяч, по 500. Ну, никто не хочет такие великие суммы озвучивать. 4 миллиона долларов есть. Василиса Петровна, одна из пострадавших, в прошлом году ограбили ее дом. Поэтому решила деньги и ювелирные украшения хранить в банковском сейфе. 170 тысяч, гривнем было 6200, долларов было и 4500 евро. И плюс еще был конверт из внука. Я не могу на депозит, потому что я без перенос гривень рублю. Пострадавшие клиенты объединились, чтобы добиться возмещения от банка. Считает, финучреждение нарушило договор, который гарантировал сохранность содержимого ячеек. До банка мы написали наше коллективное звернение. Это уже прошла вторая неделя. Никаких ответов письмовых, никаких нет. В договоре записано, что они гарантуют непроникнение третьих людей до этих ячеек. Ну, соответственно, этот договор они не выполнили. У пострадавших немало претензий к банку. У грабителей без проблем разбили потолок, который по нормам Нацбанка должен быть дополнительно укреплен. Сигнализация не сработала, да и сами ячейки напоминают обычные почтовые ящики. Выникает до самой якости сейфа. На самом деле у меня тоже есть сейф в офисе. Я его не смогу открыть таким способом, чтобы его отвергнуть дверку и так далее. И залезть в середину. В отделении банка комментировать ситуацию отказались. Полиции открыли уголовное дело по факту ограбления. Виновников пока не нашли. Пострадавшие клиенты пытаются договориться с банком о компенсациях. Если это не удастся, возвращать украденные будут через суд. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. В Днепре без жилья может остаться 15-летний сирота. Кто выгоняет его из дома и почему полиция отказывается отстаивать права ребенка? Разбирались мои коллеги. Мама Никиты Яна в мае прошлого года попала в больницу. Присматривать за ее сыном вызвался знакомый Михаил. Вскоре мамы не стало. Парень остался сиротой. Но Михаил выезжать из квартиры отказался. Он приходил домой пьяный, в пьяном состоянии, нетрезвом. И хотел, чтобы я признавал его своим опекуном. Он меня мог среди ночи выгонять на улицу. Говорил, что мне устроят военную муштру. Когда мужчина понял, что опекуном ему не стать, выгнал Никиту на улицу. Ему пришлось жить у бабушки, которая и стала опекуном. Но когда начали оформлять бумаги на наследство, выяснили, что Михаил прописан в квартире. Полиция на обращение парня не реагирует. Получилось так, что он пришел и вызвал милицию. Наврал, что мы хотим, как будто бы сказали, что мы хотели взорвать дом, если он будет ломиться. Но там приехало 10 машин. Но когда мы вызывали, мы ждали по 2-3 часа. Помочь вернуть квартиру сироте взялась тетя Никита Людмила. Женщина уже несколько месяцев обивает пороги полиции и чиновников. Все документы у них есть, но вернуть недвижимость не могут. Михаил добился ареста квартиры. Женщина уверена, Никита стал жертвой мошенников. Когда мы вступили в права в собственности, на основании новых собственников мы его выписали. На второй день его прописали обратно, департамент по регистрации его прописал обратно. И наложен был арест на квартиру. Историю о том, как в Днепре у сироты отбирают квартиру, опубликовали в Фейсбуке. Ее увидели больше трех миллионов пользователей. Среди них нардепа Лех Ляшко. Он решил помочь сироте. Семьи предоставили адвокатов. Местные депутаты от радикальной партии обратились в правоохранительные органы. Дети чиновников, депутатов, прокуроров, им есть кого защитить. А кто этих сирот защитить? Я сам вырос в детском доме и интернате. И я знаю, что такое життя без батька, без матери. И хай бы в того витчина, который забирает квартиру, хай бы в него что-то высохло за то, что он делает. Потому что у малолетней дитины, в сироте, выкидать на улицу, забирать квартиру – это аморально, это низко и нечестно. Мы не дадим этого сделать. И сейчас мы иницируем изменения в законодательстве, чтобы еще больше поселить защиту детей из Сирии. Пока же Никита, бабушка и тетя ждут суда. Мы будем следить за развитием этой истории. Елена Миндалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер Днепр. Начиналось все довольно мирно. Примерно так же, как в свое время в Украине началась революция достоинства. Мирные манифестации, вполне разумные требования демократических изменений и свободных выборов. Люди просто хотели перемен. Собирались вместе и пели песню, ставшую своеобразным гимном протестов. Уходи, Башар, уходи. Но Башар уходить не захотел, а отдал приказ силой разогнать манифестации. В людей стали стрелять и сработал простой принцип. Если тебя убивают, умри или убивай сам. Политические протесты сменили жестокие уличные бои. И страна за считанные месяцы скатилась в кровавый хаос. На территории Сирии стали стремительно возникать разные радикальные группировки. Самая известная и жестокая среди них ИГИЛ. Поначалу халифат одерживал одну победу за другой. Вскоре большая часть страны оказалась под его контролем. Тогда в войну вмешалась коалиция западных государств во главе с США. Потом Россия. За ней Турция. Израиль наносит регулярные удары по базам сирийских и иранских военных, которые сражаются на стороне Асада. И как апофеоз противостояния сражения возле ДРС-Зора, где американцы без потерь разгромили крупную группировку российских военных. Постепенно произошло следующее. Ведущие мировые державы приняли участие в сирийской войне. Сначала под предлогом защиты мирного населения, а потом для войны с ИГИЛ. Но в итоге их интересы вступили в противоречие. И вот уже никто не помнит изначальных причин. Военных преступлений масса. Бомбежки и обстрелы жилых кварталов. Геноциды, массовые убийства. Зафиксированы многочисленные случаи применения химоружия. До сих пор не ясно, кто его использовал. Повстанцы, ИГИЛ или войска Асада. Мы опасаемся, что после Восточной Гуты боевые действия начнутся в Идлибе. Вокруг него и на юге ДРА. Это очень опасно, потому что Идлиб по сути является гигантским лагерем для беженцев. Там 2,5 миллиона человек. Убитых, по данным правозащитных организаций, уже полмиллиона. Раненых и беженцев миллионы. Сотни тысяч детей годами не ходят в школы. Во многих районах не осталось больниц. Любые разговоры о послевоенном устройстве Сирии преждевременны. Война не закончилась и конца ей пока не видно. В конфликт втягиваются все новые участники, делая мирные переговоры каждый раз бессмысленными. Эта война, начинавшаяся как внутренняя, уже оказывает влияние на весь Ближний Восток. Сергей Узлендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Церковь как локация для шпионов. Немецкие СМИ утверждают, что федеральное разведывательное ведомство этой страны использовало для слежки колокольни крупнейшего собора Мюнхена. Все подробности этой детективной истории выясняла Татьяна Лагунова. Следили с Божьей помощью. Немецкие спецслужбы использовали в служебных целях, то есть для шпионажа, весьма необычный объект. А именно, одну из самых красивых и известных церквей Германии. Эту информацию опубликовал сегодня влиятельный еженедельник Шпигель. Журналисты утверждают, об этом им рассказали бывшие разведчики. Собор Пресвятой Девы Марии в обиходе просто фрауенкирхи. Это самое высокое здание в Мюнхене. Крупнейший кафедральный собор города, да и вообще туристическая визитка Баварии. Но до сегодня мало кто знал, шедевр готической архитектуры использовали и немецкие спецслужбы. Для слежки за иностранными дипломатами и связи со штаб-квартирой Федерального разведуправления, которая находилась под Мюнхеном. Дело было еще во время раздела Германии на Восточную и Западную. И якобы тогда на колокольнях храма установили специальное устройство, которое позволяли принимать и получать информацию. Какие данные удалось собрать с помощью этого оборудования, издание не уточняет, как, впрочем, и не сообщает, убрали ли передатчики после объединения страны. Журналисты отправили запрос в архиепископство Мюнхена с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ пришел туманный. И, дескать, в северной колокольне собора действительно находятся разные технические устройства. И принадлежат они разным организациям. Правда, каким именно представители церкви почему-то не уточнили. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Украина впервые за последние годы представлена на Парижском книжном салоне. Это одно из главных литературных событий года. Открывал его французский президент Эммануэль Макрон. И он вернулся с этого мероприятия с украинской книгой в руках. Подробнее расскажет Елена Абрамович. В этом году на Парижском книжном салоне представлена и Украина. Впервые за годы независимости с таким серьезным стендом. Последний раз в Киев принимал участие в выставке 4 года назад. Книгу крымского режиссера Олега Сенцова Макрону вручила украинский культурный атташе. Писательница Ирена Карпа. Рассказывает, пробраться через толпу желающих увидеть Макрона было непросто. Просто уже в конце, когда там лишалась наибольшая плотность на людей, я показывала книжку и сказала, будь ласка, это очень важно, это украинский режиссер, который сейчас в российской тюрьме. Мне необходимо передать эту книжку вашему президенту. Люди просто, знаешь, как в фильме, они расступались. И Киев Макрон очень долго держал меня за руку и сказал, так, у вас есть наша поддержка, мы знаем, мы в курсе. Покупатели рассказывают много, слышали в последнее время о ситуации в Украине, поэтому взять в руки украинскую книгу приятно. Мы знакомы с Украиной благодаря телевидению, но я там не был. Для меня это первое знакомство и шанс узнать вашу страну ближе. Книги продают как на украинском, так и во французском переводе. Работает тут и над продажей прав другим издателям. Мы продали права на эту книгу больше, чем у девять краин света. Это и Франция, Испания, Бразилия, Латвия, даже Россия. Много лет украинские детские книги были традиционными, но в последнее время появились очень новаторские подходы. Они даже получили премии на фестивале в Болонии. И я рад, издал во Францию уже три украинские детские книги. А еще гостям украинского стенда рассказали, что такое вытенанка и свыщик. Из Парижа Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Украинская паралимпийская сборная заняла 6 место в медальном зачете в Хенчхане. Наши спортсмены завоевали 22 награды. В последний день паралимпиады лыжники Юрий Уткин, Людмила Лешенко, Юлия Батынкова-Бауман и Оксана Шишкова в микс эстафете поставили золотую точку в играх. Напомню, национальная сборная на Олимпийских играх завоевала всего лишь одну золотую медаль. Золото в фристайле выиграл Александр Абраменко. Кто сильнее в баскетболе, люди или роботы, как собака принудила к посадке пассажирский самолет? Вот обо всем этом прямо сейчас. Развлечения ради. Группа инженеров японской автокомпании создала робота-баскетболиста. Разрабатывали железного спортсмена в свободное от работы время. Машина попадает мячом в корзину без промахов. В отличие от людей, которые соревнования проиграли. Инженеры уверяют, роботом управляет искусственный интеллект. Однако на видео он все время совершает одни и те же движения. День Святого Патрика отмечают католики. Он символизирует принятие христианства в Ирландии. По всему миру устраивают фестивали и одеваются в зеленое. В американском Чикаго в зеленый покрасили даже реку. А в праздничном шествии по Пятой авеню в Нью-Йорке приняли участие 150 тысяч человек. Лишний пассажир. Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил незапланированную посадку из-за собаки. Животное попало на борт по ошибке. Его высадили в окроне, после чего вернули хозяйке. Пассажирам самолета руководство авиакомпании пообещало выплатить компенсацию. В Испании мужчина снял на видео собственное преступление. Он участвовал в нелегальных соревнованиях на автомагистрале неподалеку от Мадрида. И ехал со скоростью 300 км в час. Полиция нашла нарушителя по видеоролику, который он выложил в соцсеть. Теперь незадачливому гонщику грозит тюрьма и лишение прав на 6 лет. Британский принц Гарри отказался подписать брачный контракт. По информации издания Daily Mail, на заключении свадебного договора настаивали в Королевском дворе. Но принц Гарри уверен, его брак с актрисой Меган Маркл будет крепким. Состояние младшего сына принца Уэльского Чарльза издание оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.